Всем привет! Меня зовут Наталья и сегодняшний ролик будет посвящен тому, как я лоханулась. Вот именно такими словами. Поехали! Брюковик и соусен я хотела сшить уже очень давно. Рассказывала на канале, как дважды онлайн брала для них ткани. Дважды мне приходило не совсем то, что я придумала в голове. И так бы и остались они в планах до морковкиного заговения, если бы не одно но. Но я вас не буду грузить подробностями из жизни. Просто так получилось, что месяц назад я была очень сильно загружена, находилась в диком стрессе, в таком немножко преддепрессивном даже состоянии. И мне нужна была отдушина, вот срочно какой-то способ отвлекаться от того, что происходит вокруг. И я просто психанула, достала из-за кромов единственный отрез, который максимально подходил под эту модель. Сейчас покажу. Ну, мне осталось немножечко, да, это вот такой серо-бежевый джинс. Я из него уже шила себе джинсы неудачные на канале, и сама ткань мне не очень понравилась. Я хотела ее пустить на шоперы, но вот так удачно получилось. Распечатала выкройку и решила, что я буду вслед за Машей Звездаевой буквально по часу, по 30 минут в день не уделять вот этому шитью, но просто ловить кайф и познавать дзен. И, в общем-то, так и получилось. В течение 9 дней я их шила, получала от этого несказанное удовольствие, попробовала новый прием. Например, как вы видите, у меня отстрочка сделана не нитками для отстрочки, а двойной нитью. То есть я взяла две катушки, заправила их в одну иглу, и вот так получается более заметная, симпатичная строчка. Тут главное, надо было отрегулировать натяжение. Я в процессе практически медитировала, много наметывала, примеряла, естественно. И в процессе примерки у меня, конечно, уже возникли вопросы, но я старалась их от себя гнать и убеждала себя, что вот сейчас я дошью готовое изделие, и тогда-то все и сложится. Ну, потому что так часто бывает. Зря. Сейчас важный момент. Естественно, при покупке выкройки всего лишь на один размер, мы очень внимательно относимся к тому, какой размер выбрать. И я не исключение. По размерной сетке сайта Вики Сеус я хорошо подхожу под размер 40. Не идеально, и я это знаю, тем более, что раньше я подходила под предыдущий размер, и я за своими изменениями слежу. Давайте сравним. Итак, если взять размер 40, то обхват талии там 72, и обхват бедер 98. Если посмотреть конкретную инструкцию по снятию мерок, видно, что обхват бедер нужно снимать с учетом выступающего животика. У меня мерки обхват талии 74, обхват бедер с учетом животика 98. То есть мне, по идее, все подходит, но нужно талию немножко увеличить, а буквально на 2 сантиметра. Я уже шила брюки по трем выкройкам от Вики Сеус, и еще по одной брюке примеряла. Я очень хорошо знаю, как они на мне сидят, и какие изменения требуется внести. Я вношу их просто автоматически. И вот это-то меня и подвело. Примерка. Итак, на экране слева фотопрезентация сайта Вики, на которую я, собственно, и купилась. А справа я в первых брюках, сшитых поликалом на мой размер. И вот именно так выглядят брюки N, если вы их сошьете, не вмешиваясь в задумку автора. То есть, если внесете только коррективы, которые устраняют разницу между вашими параметрами и параметрами в размерной сетке. Да, не по выкройке. Если это похоже по посадке на фото с сайта, кажется, консультация окулиста нужна мне больше, чем я думала. Короче, проблем было две. Первое. Я нарушила собственное правило в любой непонятной ситуации делать макет, промерять выкройку и следить за тем, что происходит на примерках. Такое иногда случается, когда мы работаем с выкройками сервисов, которым очень доверяем, которые кажутся нам уже очень проверенными. По-моему, если мне не изменяет память, у Кати Бэби Инфинити был ролик про платье Грассер, где она рассказывала про такую же ситуацию. Что она уже много раз шила по этим выкройкам и вот по очередной попробовала, а по итогу пришлось много чего переделывать. Да, урок мне будет. Теперь я даже проверенные выкройки буду перепроверять 10 раз. Вторая проблема, на самом деле более ключевая. Я до последнего отказывалась включить мозг. Вот я видела, что брюки велики, что они сидят на мне мешком, не так, как на фото, но я просто отказывалась верить, что они могут меня подвести. Ну как бы я же уже шила по этим выкройкам, да все должно быть нормально, да это такая задумка конструктора, свобода облегания. Вот я сейчас надену, заправлю в нее там футболку, кофту, свитшот и тогда точно все заиграет. А если я вот уберу лишние сантиметры, может быть я в них сесть не смогу. Сказал человек, который в общем-то знает, что в поясных изделиях надо добавлять по талии 1 сантиметр, ну примерно, да, если мы хотим плотную посадку. Короче, я эти брюки шила 9 дней, вложила в них всю душу и только до десятой смогла сама себе признаться, что нет, это не задумка конструкторов. Они мне просто большие, вы это видели на примерке. На самом деле, если заглянуть в инструкцию или на страничку выкройки на сайте, вы увидите, что там указаны прибавки. Прибавка по талии 4 и 4 сантиметра, а по бедрам 2. Если вы не знаете, 4 сантиметра это как бы плюс один размер. Я еще раз сюда куда-нибудь поставлю фотографию с сайта Вики Соус, вы мне скажете, видите ли вы тут на талии прибавку в 4,5 сантиметра, если да, то я, наверное, чего-то не понимаю. Другое дело, что я понимаю, что это моя проблема, а не сервисы, потому что он меня не обманывал, они прибавки указали, я вполне могла сходить глазками и посмотреть. Тем не менее, когда я попыталась заколоть излишек на брюках, понять вообще где он расположен, куда его можно увезти, чтобы улучшить ситуацию, оказалось, что он по брюкам распространен четко, равномерно и составляет, угадайте сколько, правильно 4 сантиметра. И по талии, и по бедрам, и везде. И увезти его адекватно без полного распарывания изделия просто невозможно. Так что пришлось распарывать. Кстати, у брюк есть еще одна проблема. Тут интересная конструкция кармана, он состоит из двух слоев. Есть передняя половинка брюк, есть деталь кармана. Вход в карман на основной части обрабатывается обтачкой, а потом деталь кармана настрачивается на основу. И получается карман без мешковины. И эти карманы оттопыриваются и создают иллюзию пузыря на животе. На данном кадре это как раз хорошо видно. Меня это не беспокоит, и я не замечала даже, что они отходят, пока мне подписчица Юлия моя не написала. В итоге, при повторной сборке брюк, я попыталась исправить ситуацию и перенесла линию входа в карман на 12 мм. То есть раньше вход начинался вот здесь, а теперь вот здесь. Это исправило ситуацию лишь частично, но тем не менее стало лучше. Окончательный результат работы вы увидите в конце ролика. Я надеюсь, вы этого ждете. Скажу, что полностью я потратила на эти брюки по времени ровно месяц. То есть я сшила одни брюки, потом я их полностью распорола, потом я сшила фактически вторые на базе этих. Месяц минус из моей шейной жизни. Исключительно по личной дурости. Почему я вообще все это рассказываю, ребята? Я знаю, что у меня на ютюбе в основном аудитория опытная. И тут значительному количеству зрителей не надо объяснять, что нужно промерять выкройки и делать макеты. Но когда я рассказывала, делилась всем происходящим в инстаграм, я получила, наверное, не меньше 10 сообщений от девочек. Кто-то писал, что тоже шили эти брюки и вот тоже получили результат на плюс один размер. Каждая справлялась с этим по-своему. Кто-то вместе со мной распарывал полностью, кто-то уводил выточки излишки. Кто-то только собирался шить эти брюки и тоже не задумался над тем, какие там прибавки и что эффект может отличаться от фотографий. Поэтому я решила с вами поделиться. На всякий случай, ну вот вдруг здесь еще есть кто-то такой же новичок, кто пропустит этот момент мимо ушей, глаз, не знаю чего. И потом будет расстраиваться. Вот я пытаюсь сэкономить ваше время и ваши нервные клетки. А теперь примерка. Примерка. А еще я хочу вас вдохновить. Да, ребята, мне было обидно и жалко себя до невозможности, и времени своего было жалко. Но я их добила и получила отличные брюки, хорошую рабочую лошадку на каждый день. Потому что купить брюки, которые мне не подходят, я и так могу. Я хочу получить те, которые подойдут. Кстати, у Эн есть один секрет. Если отстегнуть паты, получаются простые прямые брюки. И их можно сшить из костюмной ткани, отказаться от карманов по бокам и пришить не одну пуговицу, а две внизу. И тогда вы сможете менять фасон по своему вкусу. У меня на этом все. Не сдавайтесь. Живите и шейте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok